Святая Церковь 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 Сначала церковь сложилась из многих людей, это были ученики, апостоли, послужники Христа. Когда спасители возились на небо, апостоли разошли из проповедей Святого Евангелия все кинцы вселенной и просветили людей святом веры Христовой. Первые три столетия существования Святой Церкви Христовой ознаменованы жесткими гонениями и пытаясь уничтожить вообще всех тех, кто верил в Христа, кто призывал Его пресвятое имя. Но, как сказал один христианский письменник, кровь мучеников стала семьями христианства. Одного мучили, но из него появилось несколько людей. И в конце, в начале четвертого столетия, в 1313 году, на конец, святая вера, христианская вера, получила официальное признание. И диктом святого ревно-апостольного великого князя, императора Константина Великого, христианство было приревнено до всех инших вер, которые действовали на земле. И началась новая эра истории христианства. Эта часть истории ознаменована другими пробованиями. Повстали різные лжи-учители, лжи-проповедники, которые учили неправильно про ипостасть нашего Спасителя и Бога, Господа Иисуса Христа. Они неправильно учили про Святую Живоначальную Троицю. Они неправильно учили про Святую Деву Марию. Это были гереси, которые хвилювали церковь на протяжении 5 столетий. И было проведено, зібрано 7 вселенских соборов, на которых эти гереси были засуджены. И было проведено православное учение, то есть учение, которое учили людей правильно славить Бога. И эта православная вера сохранилась до нашего времени. Она хранится в Святой Соборной Апостольской Православной Церкви, которая охотирует собой всю землю куль. Все людство, которое живет на земле. И последняя гересь, которая была засуджена на 7 вселенском соборе, была гересь иконоборчества. Гересики утверждали, что якобы икони – это идоли, что им не можно кланяться. Это была большая полемика, были диспути, споры. И святые отцы на 7 вселенском соборе, который происходил в 787 году. Они сказали, что когда человек молится перед иконой, то эта повага, молитва, которую она делает перед образом, восходит на первый образ. То есть, если мы молимся перед иконой Спасителя, то мы воздаем почесть и славу тому, кто нам молился на этой иконе. Если мы молимся какому-то святому, то также наша честь и молитва восходит до того святого, который изображен на иконе. Как человек, который имеет фотографию своей мамы, которую он очень любит. И он далеко живет от мамы, принимает эту фотографию в своей кишени, целует ее. И каждый из нас понимает, что он почитает не этот папир, на котором изображена мама, а почитает маму, которая где-то живет далеко. Но этот папир просто ему напоминает про нее. Иконопись еще называется «Богословие в красках». То есть, есть выражение думок с помощью букв, а есть выражение идей и думок с помощью красок. Как художник малюет картину и с помощью красок передает какую-то красоту, которую он видит в этом мире, творение Божие. Так икона передает людям понимание и память о святого или Бога, который изображен на иконе. Мы, дорогие братья и сестры, почитаем святые образы и поклоняемся им, потому что на них изображены святые. И поклоняющиеся иконам, мы поклоняемся святым угодникам Божьим. После 7-го Вселенского собора не сразу затихли ереси. Они еще продолжили бушевать. Прошло понад 50 лет, когда на престол и в Византийской империи взошла царица Феодора, а патриархом был Мефодий святитель. Царица Феодора была почитательницей святых икон. И она повернула силы из тюрьмы тих исповедников, тих мужских страдающих за веру Христову, которые находились там за то, что они почитали святые иконы. Она повернула всех, и было великое торжество православия. И мы воздали благодарение Богу за то, что Бог дав нам силой Святого Духа, благодать Святого Духа, торжество нашей православной веры. И мы с тех пор, каждый год, в день первой недели Святого Великого Поста, мы совершаем торжественные молебы благодаря Богу за торжество православной веры. Мы, дорогие братья и сестры, сейчас живем так же непростые времена, когда есть подмена понять, что такое добро, что такое зло. Есть разные неправильные толкования, что такое Бог, что такое вера, что такое церква. И мы также должны стоять в чистоте святой православной веры. Эта вера сделала нас благородными, красивыми, светлыми. И мы должны сохранить ее, потому что она не только помогает человеку достойно прожить на земле, чтобы не растворить всех страстей, пороков, которыми наполнен этот мир. Но эта вера людей ведет до вечной батьковщины на небе, которую Господь приготовил для всех любящих Его. Мы должны сохранить эту веру и постараться передать ее непосредственно своим нащадкам. Нехай Господь молитвами Пресвятої Діви Марии, молитвами святых апостолов, которые стали основой церкви, молитвами всех исповедников веры православной веры. Она помогает нам быть возможными православными христианами. Берегите эту веру, потому что она наша надея. Она ведет человеку к Богу. До вечного спасения на небе у Христа Иисусе Господи нашим, которому слава, честь и поклонение ныне и бесконечные века. Аминь. Спасибо.